Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире первый в новом сезоне выпуск программы «Теледоктор». Осень – особое время, которое в первую очередь ассоциируется с началом нового учебного года. Нешуточные хлопоты ожидают школьников и в большей степени их родителей. Сегодня в программе мы подробно поговорим о том, как подготовить ребенка к школе, чтобы его организм легко переносил учебные нагрузки. Помогут нам в этом участковые врачи и медицинские сестры детской поликлиники. Каждый ребенок для своих родителей особенный, и выбирая для него они стремятся все самое лучшее. Лучше игрушки, книгу, одежду, лучше, по их мнению, детский сад и школу. На этот счет мнение может быть у каждого свое, ведь и требования мамы и папы к образовательному учреждению предъявляют индивидуальные. Кого-то привлечет внешняя оболочка или домашний уют в царящей школе. Для других важным будет вопрос профильного образования. Третье отметят спортивные заслуги. Список можно продолжать бесконечно. Надо сказать, что все лабаднадские школы имеют свои заслуги. Так, восьмая, например, официально вошла в сотню лучших школ в России. Это стало итогом конкурса, проведенного в Санкт-Петербурге, посвященного проблемам и перспективам развития образования. Сегодня школу номер восемь посещают около семи сотен учеников. И каждый год накануне первого сентября сюда поступают десятки заявлений от родителей, желающих отдать на воспитание своего первоклассника. Первоклассники приносят справочку от педиатра, что ребенок здоров в школу посещать может. Получение медицинской справки для российских людей, вне зависимости от ее назначения, в большинстве случаев вызывает недовольство, часто связанное с затратами времени. Чтобы получить необходимый документ, требуется посетить своего участкового врача. В последнее время работы у них прибавилось. Сезон отпусков у горожан закончился, дети вместе с родителями вернулись в Большую землю. У кого-то из маленьких пациентов адаптация к климату тяжело проходит. Кто-то в детский сад собирается, кто-то, как в нашем случае, в школу. Родители готовятся к тому, что их дети идут в школу. И наряду со всеми документами они обязаны предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. В основном, основная масса детей, которые посещают детские дошкольные учреждения, они уже в школе проходят медосмотр по весне, и по весеннему медосмотру делается заключение. Дальше из садов формы медицинские передаются нам в поликлинику. И если у ребенка все пройдено, у него нет долгов по прививкам, то мамочке выдаются справочки, подписываются педиатром, и она уже со всеми документами несет его в школу. При условии, что в детском саду ребенок прошел необходимый осмотр, сдал анализы и получил прививки, справку в школу участковый доктор выпишет без проблем. Но так ли достоверна будет эта информация? Действительно ли осмотр в детском саду был тщательным и пристальным? Достаточно ли внимания уделили медики малышу? Врачи уверяют, что это именно так. На протяжении всего периода, пока ребенок посещает детский сад, за его развитием наблюдает и специалисты детской поликлиники, и медицинская сестра самого детского сада. Также тщательно подходят и к вопросу здоровья малышей, которые только-только пойдут в ясли. Родители Миланы получили заветную путевку в детский сад. Теперь девочку осматривает педиатр. Визит в поликлинику ее мама не случайно начала с кабинета участкового педиатра. Именно он определит круг специалистов, которых необходимо посетить. Женщина намерена тщательно обследовать дочку. Обязательно детей нужно проверять, конечно, следить за здоровьем своего ребенка. Меня все устраивает. Врач старается ребенка отвлечь. Укольчики тщательно скрывают, не пугают, не резко. Хорошо, все устраивает. Учреждение дошкольного образования «Звездочка». Этот детский сад родители выбрали для Миланы. Во-первых, близко к дому. К тому же небольшое учреждение выглядит красивым и уютным. То, что «Звездочку» посещают совсем немного ребятишек, Евгения считает явным плюсом. Чем меньше малышей, тем больше они получат внимания. И со стороны воспитателей, и со стороны медработника. Медицинское наблюдение начинается с первого дня пребывания. У нас есть форма специальная, значит, дети проходят все анализы всех специалистов, а потом иммунологическая комиссия в детской поликлинике подписывает им разрешение в детский сад. Они приходят, оформляют здесь документы, которые нужны в детском саду. Я смотрю, если есть наличие прививок, детей принимают. Первые дни в детском саду – это время мягкой адаптации. Малыш приходит в группу лишь на пару часов. Воспитатель внимательно наблюдает за тем, как легко ли ребенок прощается с мамой, как ведет себя со сверстниками и взрослыми, с каким аппетитом уплетает кашу на завтрак, насколько он активен, какие игры ему больше по душе. По итогам наблюдения малышу присваивается группа адаптации и группа здоровья. Группа здоровья отмечает тоже доктор. Отмечает доктор при поступлении в садик, а потом вот у нас медосмотр проходят дети, и в конце года приходит врач-педиатр, смотрит всех деток и выставляет группу здоровья. Потом мы уже делаем на основании этих медосмотров отчет. Медосмотр обычно у нас проходит в марте месяце. Группа всех специалистов, врачей, бригада приходит, проверяет детей. До этого мы, значит, проверяем у деток глазки, здесь вот аппарат рота, измеряем ребенка, взвешиваем, все это выписываем в карточку. Документ содержит все данные о ребенке. Это как визитная карточка для медработника садика. Наличие хронических заболеваний – это не под для того, чтобы малыш сидел дома, а предупреждение для сотрудников учреждения. Здесь требуется особое наблюдение с учетом всех особенностей здоровья. Это вот бывают, например, такие диагнозы, как грыжа, как дальнодозорка и астигматизм. Там же в кабинетах у них есть все приспособления, поэтому мы как бы работаем с родителями и объясняем, что это надо будет. И в школе надо, и вообще в жизни все это – это ваше здоровье. Но родители как бы слушаются, приходят и объясняют, что вот можно, мы немножко задержимся. Или наоборот, есть некоторые – я переживаю, вот я пойду, идите, идите к доктору, и доктор с вами уже решит. Забота воспитания здорового ребенка – одна из главных задач в работе любого дошкольного учреждения. У малыша с хорошим иммунитетом организм успешно сопротивляется вредным факторам среды и устойчив к различным заболеваниям. Именно в раннем детстве закладывается фундамент здоровья, происходит интенсивный рост и развитие. Если у нее какая-то есть патология, то, конечно, ребенок и после больничного ребенок, конечно, не занимается. Проходит медосмотр, проходит, если доктор пишет, физкультурой заниматься может, значит, мы проводим занятия, а потом все это отмечаем. Здоровье детей зависит от взрослых, и они стараются тесно сотрудничать для достижения главной цели. Воспитатели и медики организуют для пап и мам различные консультации, встречи с докторами, лекции на тему здорового питания, важности режима дня и занятий физкультурой. В саду малышам делают необходимые прививки и ежегодно проводят профилактические медицинские осмотры. Вот, значит, в марте прошли медосмотры детей, мы уже начинаем этих деток по группам здоровья отмечать, по физкультурным группам. И когда проводятся физкультурные занятия, мы знаем, какому ребенку можно заниматься, а какому в полсила только. Именно на эти данные и будет ориентироваться участковый врач, выдавая первокласснику справку о состоянии его здоровья. Еще раз следует подчеркнуть, если на момент поступления в школу малышу сделаны все прививки, у него хорошие результаты анализов, то врач выдает необходимую справку родителям без лишних хлопот. Но перед этим все же внимательно осматривает ребенка. Прохождение медосмотра в первую очередь нужно для ребенка, не для медиков, не для педагогов, а именно для ребенка, для его здоровья. Потому что по результатам медосмотра педиатр делает заключение о состоянии здоровья, комплексную оценку. Дается рекомендация по тому, где ребенок должен сидеть, за какой партой, какое расстояние должно быть до доски. Какую физкультурную группу должен посещать ребенок. И в общем-то все понимают, что это очень важно для того, чтобы не вызвать обострение каких-то заболеваний или появление других заболеваний. Как бы ни был талантлив ребенок, но если малыш будет пропускать уроки из-за острых инфекций или хронических патологий, если у него появятся проблемы со слухом или зрением, он не сможет эффективно усваивать школьную программу. Его успехи будут значительно скромнее, чем у сверстников. Рекомендации докторов помогут родителям укрепить здоровье своих детей. Врачи предупреждают. Чаще всего у маленьких и юных лабытнанцев диагностируется кариес, патология опорно-двигательного аппарата, заболевания глаз. Лор, окулист, ортопед, стоматолог, психиатр ежедневно ведут приемы. Окулист, как я уже сказала, о том, какая парта у ребенка, какие нужны действия родителям, чтобы у ребенка зрение сохранилось также. Лор-врач смотрит ухо, горло, нос, как это у нас говорится. Это важно еще и потому, что сентябрь, в общем-то, пора уже, начало каких-то холодов, поэтому дети начинают болеть. Если какие-то что-то, то лор-врач дает рекомендации. Ортопед, если какие-то нарушения есть в осанке или опорно-двигательного аппарата, он также дает советы, какой портфель ребенку нужно приобрести, как следить родителям за осанкой ребенка, чтобы не вызвать заболевание опорно-двигательного аппарата. Врачи настоятельно советуют родителям пройти с ребенком всех узких специалистов. Обследование детей перед поступлением в школу проводится вовсе не для соблюдения бюрократических формальностей. Трехлетний возраст, когда ребенок идет в детский сад или 6-7-летний, когда он поступает в школу, являются важными периодами физического развития, когда формируются защитные силы организма, закладывается фундамент здоровья. В это время особенно необходимо следить за определенными показателями здоровья, чтобы убедиться, что у ребенка все хорошо, или диагностировать заболевание на ранней стадии. Я настоятельно рекомендую, конечно, родителям обязательно пройти медосмотр перед школой, чтобы ребенок сохранил свое здоровье до совершеннолетия. Одним из важных моментов является то, что у нас дети перед школой, так же, как и перед садом, сейчас прививаемся от гриппа. Вакцина у нас очень хорошая, гриппол плюс, она идет с иммуномодулятором, с полиоксидонием. Побочных действий практически не наблюдается, вот сколько мы уже прививаем. В этом году она у нас поступила раньше, чем обычно, и это очень важно, потому что сейчас еще, в общем-то, достаточно тепло и нету подъема заболеваемости, и у ребенка за это время уже сформируется иммунитет. Многие родители с мнением врачей согласны. Важно не допускать обострения заболеваний или появления новых. Помочь в этом может только профилактика. Я считаю, обязательно проходить медосмотры. Сейчас такое время, наоборот, еще сложнее, чем в наши, скажем, советские времена, поэтому обязательно нужно проходить, нужно всех врачей внимательно к этому относиться, тщательно следить за здоровьем детей. Это самое важное, считаю. Родители тех детей, кто в этом году впервые сел за школьные парты, проявили сознательность и ответственность. Перед началом учебного года практически все побывали на приеме у своего педиатра. После осмотра папам и мамам выдали нужные медицинские документы, которые были представлены школьным медикам. Во-первых, я проверяю всю эту карту, смотрю диагнозы какие-то. Ребенок может стоять на учете, мы его сразу берем на учет, наблюдаем его. У ребенка могут быть какие-то противопоказания на препараты, например, или на продукты. Ребенок кушает же в школе, и он долгое время находится в школе. Под нашими наблюдениями, как бы не зная всех данных, мы не можем помочь в какой-то ситуации ребенку. Что говорить, поступление ребенка в школу – это глобальные перемены в его жизни. Он должен привыкнуть к новому для себя распорядку дня, режиму питания, учебы и развлечений. Увеличивается умственная и физическая активность. Вдобавок, родители стремятся сделать из своих детей лучших учеников в школе, отправляя любимых чат в различные кружки и секции. И в результате таких нагрузок у детей обостряются хронические заболевания, появляются нервные расстройства. Головную боль в прямом смысле слова добавляют времена года. Это сезонные, как бы вирусные чаще всего. Головные боли вот сейчас бывают часто, боли в животе обычно. А хронические? Есть какие-то специфические, может быть, глазные там с болезнью? Глазных у нас много деток, конечно, но они стоят на учете у окулиста. Окулист проводит лечение, наблюдение периодически. Медики советуют родителям вести регулярную профилактику здоровья своего гения, быть внимательным к любым изменениям в его настроении и самочувствии, в том числе интересоваться подробностями медицинских осмотров, которые проводятся в школе. В первоклассниках мы смотрим потом в конце года. Ну и все параллели тоже смотрим в течение года. У нас проходят не классы, а по возрастам. Например, 7 лет отдельно проходит, 8 лет отдельно, как бы 14-15. И каждый возраст проходит диспансеризацию отдельно. Какой-то возраст углубленный медосмотр, это создача анализов, обследования, УЗИ, ЭКГ. А какие-то проходят только обследования педиатра, педиатр смотрит. Данные медосмотров заносятся в карту ребенка. По ним устанавливается группа здоровья школьника, определяется норма занятий физкультурой. Все рекомендации врачей доводятся до педагогов. Фельдшерам учреждения также тщательно фиксируются жалобы ребенка в амбулаторном журнале, если он самостоятельно обратился в медицинский кабинет. Принимаю ребенка, обследую ребенка, если нужно температуру проверяю, оказываю им помощь. Если тяжелая ситуация, вызываем скорую помощь, но обязательно доводим на сведения родителей, вызываем родителей. Сохранить здоровье ребенка – общая задача родителей, медиков и педагогов. Хотя, возможно, здоровье – это не только отсутствие различных заболеваний или дефектов развития. Здоровье – это, в первую очередь, физический и психологический комфорт. Самочувствие ребенка часто зависит от условий, в которых он находится. Поэтому не случайно в коридоре школы есть зеленые уголки, созданные руками самих детей, их педагогов и родителей. В качестве эмоциональной разгрузки на переменах звучит ритмичная музыка. Ученикам разрешается играть в подвижные игры. Прибавьте к этому различные месячники здоровья и прочие мероприятия. Здоровье – это самое главное. Не будет здоровья, не будет успехов в учебе. Переутомление, гиподинамия, стресс – вот типичные причины, которые ведут к улучшению здоровья наших детей. Согласно Минздравсоцразвитию, 70% первоклассников перед началом учебного процесса относительно здоровы. 50% выпускников, получающих аттестаты зрелости, страдают хроническими заболеваниями. Как видны статистики, здоровье в школе наших детей ухудшается. А ведь многих болезней можно избежать, если вовремя начать профилактику, строго следить за здоровым образом жизни всей семьи. На этом все. Это была программа «Теледоктор». Мы желаем всем успешного учебного года, здоровья, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова